Ассаляму алейкум уких Theni b vol�� Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Когда верующие зайдут в рай Неверующие будут в воду И тогда между ними будет диалог А питатель скажет, почему Вы наказываетесь в воду Первый ответ Мы не читали намаз Мы не молились Его убили во время намаза Во время намаза, когда был один из шпионов, который на рынке Метина продавал некие изделия из металла, когда проходил оборудование, подарил такой кинжал, и когда он проводил молитву, утреннюю молитву, этот же человек прошел через ряды и прилугал во время утренней молитвы, потом одного сахару, второго, третьего, потом сахару окружили его, он съел свою кольчок и сам себя убил. Когда он сказал, что он уже начал расцветать, он пришел в себя. И первое, что он спросил, с точки зрения разума, как он должен быть, как они допустили, кто меня поднял, как они не увидели, что вскоре произошло, первым же апостолом, прочитали намаз, то есть я среди вас, под имамом, я не закончил, вы закончили на разуме, смотрите, как сердце привязывается к нам, когда он сказал, что он потерял много крови, у него жажды хотел лыбить, он взял, как стоп, амавили, и дочитал у вас. И потом спросил, кто меня убил, поэтому говорят, человек чувствует, когда приходит в мусульмане, кто меня убил. Тогда сказали, какой-то такой-то, был ли мусульманин, и смотрите, как он сказал, не сказал, что меня убил, не мусульманин, он сказал, алихамиду лилляхи, я не хочу, 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 алихамиду лилляхи, то что он забирает мою жизнь, мою душу посредством того человека, который был не молящимся, который мечтал о вас и умер. И вот, когда он лежал, когда он лежал на руках, последний, что сказал, ассаля, 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 намаз, 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 полюнфу, 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 не относитесь над кем у вас есть руководство, справедливо. Человек, когда лежит в больнице, собирает своих детей и у него диагноз плохой, нехороший, он что говорит, давай я тебе перепишу какой-то бизнес, иди сюда с ног на тебя перепишу, недвижимость, мы должны идти в долг, отдайте за меня, или нам должны заберите. А сама каждый хочет слушать свою маму, дает осыяй своим детям, сынам, и прокламывается, когда он сделает нам свою думу, осыяй, 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 намаз, намаз, намаз. И когда человеку говоришь, не молящийся, он говорит, я пока еще не готов, я по-своему молюсь, и начинает искать себе оправдание, вот я не молюсь, но я хорошо отношусь к людям, а вот мой сосед волится, он нападывает, а кто из нас лучше? И в этот момент что? И говоришь, в Кур'ан, веришь в Кур'ан, что это слово Аллах, на рейхе, потому что если он не верил в Кур'ан, я хочу не верить, он уходит из ислама, он говорит, я верю, я мусульманин. Что Аллах Субхану тебе рассказал? Ак-Имуссалям, читайте на вас приказы, Субхану ва Таалли, он сказал, хотите читайте, хотите, нет, или когда вы придете к этому, начнете читать, ак-Имуссалям, читайте на вас. Приказы Аллах Субхану ва Таалли, с возраста, когда Аллах Субхану ва Таалли, когда уже мужчина становится мужчиной, или ты не веришь, значит, если ты мечтаешь, или ты веришь, но ослушиваешься Создателю Субхану ва Таалли. Третьих вариантов нет, нету тем другого оправдания, где ты говоришь, я пока не готов, пока время не пришло, я по-своему, Аллах Субхану ва Таалли, простите, и так далее. Мифтай, Абжан, Абжан, Асалля, ключ, королёк ва Таалли, скалопород Мухаммад Субхану ва Таалли. Поэтому, вот в эти десять дней, что Абжан, да, брат, сестра, которые еще не начали читать намаз, это хорошая площадка для того, чтобы начать этот намаз. Первое, что он всем углевает в главе этой жизни, что быстро проходит, и не должно в этой жизни быть время навеснения отношений, на какие-то там обиды, на ждать пока нас расстроить сердце, чтобы я встал на молитву. Начинать сегодня же, не оставлять на завтра, молодые умирают, сколько мы увидимся храма. Поэтому начинать это, нету в это время, чтобы в этой жизни в дуне все не быстро пройдет. И первое, когда мы встанем с могилы, когда пророк Мухаммад Субхану ва Таалли, первое, за что он вас спросит, когда человек встанет с могилы, намаз. Когда что, скажет человек, я не был готов, Субхану ва Таалли, пришел человек к пророку Мухаммад Субхану ва Таалли, больной, и сказал, Как мне читать по посланию Аллаха? Пророк Субхану ва Таалли сказал, Субхану ва Таалли, читай стоя. Если сможешь сидеть, если сможешь сидеть, если сможешь на боку. То есть, даже если ты не можешь двигаться, ты полностью парализован, хотя на глазах наделаешься. Но не оставляешь саля. Поэтому. Поэтому. Поэтому Аллах Субхану ва Таалли сказал, что намаз – это что-то тяжелое, кроме как для Бабаяслия. Бабаяслия – это легко намаз. И они ждут от намаза намазу. Как про Мухаммад Субхану ва Таалли сказал, О Беляли, дай возможность нам отдохнуть в молитве! И сделано всё, что наёт – облегчение, радость моим глазам, мои души и моим сердцем – это намаза «Склава Аллах Субхану ва Таалли». начинайте сегодня так же как когда это правильный вопрос на который должен ответить что я приготовил чем эти первые 10 и самыми любимыми для него являются благие дела и совершаем в эти 10 дней самыми любимые благие дела поэтому потом дал право оставляем что делать эти дела поэтому почаще произносить и в эти дни слова нет уже что достойно поклоняй корма Аллаху Акбар Аллаху Альхамдулииллях слава Аллаху поэтому мы должны восхищать эту сунну как передается в сахиве Бухария в халиф Муаллак где Ибн Умар я был хурейр от Аллаху Альхамдули когда наступали вот эти первые 10 дней выходили на рынок где было много мусульман и произносили слова Ябн Умар Альхамдулиаб Аллаху Акбар Аллаху Акбар Аллаху Акбар Аллаху Акбар Ла Илюлях Karl Alrah Таагбират и Муклаха Таагбират и Муклаха начинается в первый день вместе с Ябнучей то есть в любое время ты пришел в мыченье Ждуешь Таагбират и идешь на улицу ты стоишь из стропки ты значит ты зашел до него выходили ибн Умар ибн Умар чтобы напомнить братьям иусульман что эти невеликие, мы должны их возречивать. Поистине те, кто возречивает святыни Аллаха, то есть благопоясные, сердецы. И мы напоминаем Аллаху Аквар, Аллаху Аквар, Ла Иллай, Аллаху Аквар, Аллаху Аквар, Аллаху Аквар, Аллаху Аквар, Именно с первого это мутлата. В любое время можно их произносить. Другие же теквераты мутаййада, привязанные теквераты к намазам. После каждой фармы намаза, когда выносили теквер, в день Арафа, после утренней молитвы, когда девятый день наступали, прочитали фаджер намаз и произносили текверат. После флуха нам также, после асара, после нагреба, после аиша. Эти теквераты мутаййада, привязанные текверат. И девятые теквераты. Потом следующие десятые теквераты, это хурбан байрам. Потом Айяму Ташрик. Айяму Ташрик 11 дурхиджа, 12 дурхиджа и 13 дурхиджа, до последних текверов, после асара. Все, после матрибы уже заканчиваются дни праздника. Это хурбан Гайрама. Также, касательно поста. Постится ли мы все десять дней или не постится. Тут есть икхлифы с ревчонок. Ибн Умар Рабу Грейра, قالت Айша, Раба Аллаху Альха, «Лам ясумها», «Вакалят Хафса на мусамها». То есть, икхлифы на рулема. Самый лучший, кто мог знать о пророке Мухаммеда, его суроке. И хадис Та'а'айша, Раба Аллаху Альха, который передается, то, что она сказала, что пророк Мухаммед, в первых десять дней не постился. А другая сурок Круга, Хафса, Раба Аллаху Альха, сказала, что он постился. Поэтому, как вот между двумя этими хадисами, постился или не постился. Поэтому, как Ибн Хаджар говорит, «Кана Ясума Ахьяна, у Афтара Ахьяна». Более достоверное мнение, какие-то дни постился, но какие-то дни не постился. Поэтому, конкретного хадиса, например, касательно Дня Ашуа, или Дня Араха, то, что нужно поститься в этот день, нет. Но, мы знаем то, что возвращаемся в хадис. Самые лучшие дни для благих дел это первые десять дней. А пост является благим делом. Но нельзя только это говорить, что это именно пост сунна. То есть, именно нужно обязательно поститься вот эти десять дней. Нет, Сухаман делает любые благие деяния. И так же пост является благим делом. Ты можешь поститься все девять дней, потом в десятый день у нас Гурбан Байла. Можешь какие-то дни поститься. Но самое главное, уважаемые братья, для тех, кто не едет на хаджи, если человек не едет на хаджи, остается здесь, то не пропустить пост в день Араха. Пост в день Араха, когда Пророк Мухаммад сказал Тукасфер вну басалатин аль-малхи и ван-мутмин. Пост в день Араха, прощает превращение двух лет, прошлого и следующего года. Субханал Адин, вот видите, один день постна, а какая великая награда? Это про девятый день на хаджи. Для тех, кто едет на хаджи, прощает колодничную метку, Пророк Мухаммад и Мухаммад не постился, будучи на Араха, будучи на хаджи, и после того, как он прочитал Зухр и Ассар, после этого он начал делать Куран, некоторые сахапы принесли ему питье, он сделал глоток для того, чтобы показать подвижникам, что я сегодня не пощусь, будучи на Араха. Но если человек не на Араха, не на Араха у себя, Мухаммад, здесь дома, то не пропустите пост в этот день, девятый день, месяца Губхимья. Что касательно Курбан Гайрама, еще примерно девятого, ничего еще точное объявление будет, на следующий джуман, если расскажет, так девятого июня будет, июня, день Курбан Гайрама, праздник, 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 поэтому, также, в эти дни, десятые, это день Курбан Гайрама, одиннадцатый, тринадцатые дни, какие-то, есть, отелиTO. Эти дни, когда человек может кушать, пить, некое тоже должно быть нужно поститься и чтобы поминать побольше Аллаха, поэтому мы должны быть увеличивались в эти дни. Если у Роза, Байран, Ирина ждет один день, то Банн, он три дня этот праздник. И привести шерсти в приношение в Губан, сделать шерсти в приношении, у кого есть возможность, Это тоже является ваджимом, обязательным. Можно делать в первый день, в 10-й Курман, или на следующий день, или на следующий день. Поэтому, опять же, для чего это, в чем смысл жертвоприношения? Аллах сказал, Аллах не дойдет и кровь этого жертвоприношения, не его мясо, а дойдет вашу богобоязненность. Поэтому мы, Алхамдуллах, поэтому за это Курбан. Курбан – это приближение к Аллаху. Человек, через жертвоприношение, приближается к Аллаху. И самое главное, что хотелось сделать в напоминании в себе и в силам, чтобы в эти дни, особенно у нас, был во всех поклонениях в роликах, чтобы наши сердца были живыми, чтобы не было это как-то на автомате. Даже когда мы произносим так, генерал, Бывает, что человек языком произносит, а сердце его спит. То есть мы должны, Аллаху, Боже, 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 Боже. Нет Боже, 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 Боже. И в этот момент, ты стоишь солнце и allahalk Grove. Ты живёшь тем, что чувствуешь милость, тому, что Аллах тебя делает мусульманина, за то, что ты единобожник, алхамдуллах. Ты не поклоняешься огромную, не солнцу, не еду. Ты не поклоняешься огромного Аллаху. Я благодарю Аллаху за каждую милость, которая нам даровала самую великую милость, что сделали нас мусульманами. Как сказал Аллаху Мухаммаду, человек, который ночью проснулся и прочитал два раката намаза, и эти два раката намаза, когда читал его сердце, было живое. Зайдет в рай. Два раката, не тысячи ракатов. Некоторые люди что-то хотят успеть делать много, там сто ракатов, 200 ракатов, и на автомате это все делают. Нет, два раката, сердце высоко прочитаешь. Такое дело, какое-то, может быть, ты небольшое, не огромное дело сделаешь, но однако ты сделаешь бах. Искренне, ради Аллаха, всем сердцем, то это лучше, чем тысяча миллионов ракатов прочитать без их ласа, именно без искренности. Просим о вас в комментариях, чтобы, главное, братья мои, начало, возможность встретить эти дни. Многие вы хотели сейчас, те, кто ушли из этой жизни, встретить эти дни, но у них нету такого возможности. Для Аллаха, мы дожили до этих дней, и должным образом мы проверили, и все еще раз, и все еще раз, и все еще раз. Для Аллаха, мы дожили до этого, и все еще раз. И все еще раз. И все еще раз. Продолжение следует...